Радио 54 Первое. Областное радио Что такое семейный бюджет? Это инструмент достижения финансовых целей. И если привести такой, наверное, более понятный, простой пример, то можно сравнить его с навигатором. Это финансовый навигатор. Когда нам нужно добраться до какой-то конкретной точки B, из точки A мы прописываем маршрут. То есть мы понимаем, что нам нужно добраться через определенное время, по определенной дороге, затратив минимум времени и сил, нервов и так далее. То есть вообще начинаем с цели, получается. Если у соседа машина круче, чем у тебя, это уже цель. Если задаем для себя вопросы, что хочу, когда хочу, сколько это стоит, и что у меня для этого есть. Вообще же далеко не все этим занимаются. Все такие, ой, у меня в принципе-то денег-то я получаю немного, вот сейчас за ипотеку, потом детям за садик, купить новые кроссовки, и все. И денег не осталось. Пойду, возьму кредит, а там как-нибудь рассчитаешь. А там как-нибудь, да. И какие цели могут быть? Это же ошибочная позиция, да? Конечно. Неверная позиция. Потому что если задаться вопросом и найти деньги в любом бюджете, каков он бы ни был, большой, либо ограниченный, всегда найдутся средства, которые можно заработать, которые можно заработать даже на расходах. То есть вот не предпринимая каких-то дополнительных усилий, на том же кэшбэке с банковских карт можно заработать. Кэшбэк, он ведь тоже разный бывает, да? Это своего рода программа лояльности, лояльность к покупателю. Она бывает со стороны магазина, когда магазины делают нам скидки. Это лояльность со стороны банков, когда мы пользуемся услугами банков, убираем конкретную карту. Это лояльность кэшбэк-сервисов, когда мы покупаем через кэшбэк-сервис тот же телефон в том же, например, я не знаю, там, Эльдорадо, но пользуемся услугами кэшбэк-сервиса, расплачиваемся банковской картой, и мы получаем возврат денег и от сервиса, и от банка. Давайте возьмем молодого человека, да, молодого специалиста, которому 20 лет и который хочет в течение 10 лет накопить на квартиру. То есть у него в запасе есть 10 лет, есть стоимость финансовой цели, квартира стоит 2 миллиона рублей, есть у него 20 тысяч рублей, которые он может направить на накопление. Соответственно, мы закладываем все эти параметры в наш финансовый навигатор. Что-то как-то для 20-летнего человека 20 тысяч ежемесячно, это реально, да? Ну, смотрите, мы здесь делаем расчет, да, 2 миллиона рублей в течение 10 месяцев, ежемесячно у нас, в течение 10 лет. Ежемесячно у нас получается стоимость нашей цели 16 тысяч рублей. Но у нас есть возможность в пределах 20. Но здесь мы, смотрите, как, мы здесь тоже можем варьировать. Это скорость наша, скорость движения к цели, да? У нас есть 10 лет, есть 20 тысяч рублей. Здесь еще также нужно учитывать инфляцию. Но еще, смотрите, какой момент. Мы же можем регулировать эти доходы, да? И планировать расходы. И получать доходы на доходы. Да, доходы получать от расходов. А, ну да, совершенно верно. Это мы выяснили, да? А еще плюс, я тут вот даже сейчас постараюсь привести вам статистику официально. Давайте, 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 да. Смотрите, у нас только 11% россиян получают кэшбэки. Только 11%. 10% возвращают положенные налоговые льготы. От государства в части возврата, да? Вы имеете в виду там на здравоохранение, на покупку недвижимости, обучение. Тот же студент, да? Родители студента могут получить вычет по услугам образования. Только 3% используют возможность не переплачивать по долгам в части рефинансирования кредита. То есть ставки по ипотеке упали, да? Вообще, это страшное слово рефинансирование. Я думаю, что его побаиваются многие. Перекредитоваться можно по ставке ниже, чем была. И только 1% у нас россиян инвестируют, тогда как в США это делают 52%, а в Японии 39%. То есть, по сути, различных инструментов, которые будут ускорять движение к цели, масса. Важно правильно ими воспользоваться. И вот на нашем пути к движению цели у нас также могут возникать и ямы, да? Кочки, финансовые ямы. Когда мы сбиваемся с пути, например, наша скорость 20 тысяч рублей в месяц. Но при этом это наша долгосрочная цель. А тут вот краткосрочная возникла, захотелось купить, не знаю, предположим... Да, отдохнуть, съездить элементарно. Да, все. Мы потратили эти деньги на год. И вот он, кассовый разрыв возник. Да, и наша цель отодвинулась. Нужно стараться создавать активы, то есть иметь то, что приносит доход. В этом плане, если это человек молодой, здесь стоит задуматься, наверное, о новом направлении в экономике, шеринговая экономика. Да, то есть не покупать все и тот же, например, то же жилье, да, предположим. Может быть, есть резон его снимать в аренду, да? И при этом молодому человеку быть более свободным, изучить мир, поездить, посмотреть в разных городах. То есть расширить свои возможности. То есть сейчас Россия идет к тому, что мы подступаем к новому направлению шеринг. То есть это аренда всего и везде. И здесь отпадает ряд затрат. Например, если у нас есть в собственности автомобиль, что это для нас? Это актив или пассив? Это очень большая статья расходов в бюджете. Если этот автомобиль приносит нам доход, мы на нем ездим, мы зарабатываем, то есть используем его как средство передвижения, которое приносит результат, это актив. А если, ну, пользуемся только... Просто чтобы был. Ну, у соседа же есть, у него штрафа-то зеленее. По сути методов распределения бюджета, их огромное множество. И здесь каждый выбирает, наверное, наиболее оптимальный для себя. Потому что все мы разные, индивидуальные потребности у нас у всех разные. Но абсолютно четко, наверное, нужно сказать, что есть метод, которому следовать нужно абсолютно всем. Заплати сначала себе. Получил зарплату, отложи 10% или 15%. То есть по возможности... Про эти пресловутые 10% говорят все от дохода, вне зависимости от его уровня. Конечно. Потому что опыт показывает, вот наш коронакризис, который не так давно миновал, а где-то он еще и продолжается. Это вот самый яркий пример, когда люди ощутили на себе нехватку, так называемые в простонародье заначки. Заначки, да. Если нет ее, что делать? Самое важное, отложить 10%. Ну, 10% это, конечно, в идеале. Начинать стоит, наверное, с 3-5. Важно сформировать привычку, чтобы это вошло в привычку и чтобы это сразу не было так значимо, да, чтобы это не било по бюджету, да, сразу. Поэтому здесь дальше, как только отложили запланированные нами средства, нужно что сделать? Поделить траты на обязательные и не очень обязательные, да. Обязательные... Ну, это типа коммуналка. Это те, которые уменьшат, отменить мы не можем. Коммунальное, обучение ребенка, предположим, да. Что у нас там еще? Здоровье. Здоровье, да. И на необязательные платежи здесь тоже нужно такую структуру прописать себе, что мы здесь имеем в виду, какие необязательные. Отдых обязательно должен быть, ну, какие-то развлечения, например, для той же семьи с детьми. Важно понимать, что эти затраты все равно будут, да, то есть дети могут просить то там сладкое, то что-то, игрушку и так далее. Поэтому в бюджете нужно закладывать эти расходы. Ну, и анализировать необязательную часть и делать выводы, насколько вот это... Анализировать и минимизировать. Минимизировать, да. Вопрос пришел от слушателя только что. Давайте попробуем ответить. Сергей пишет, у меня зарплата каждый день. Необходимые расходы это питание, ипотека, садик, коммуналка, бензин. Это примерно 44 тысячи рублей. Как это мне все спланировать, чтобы откладывать? Вот так звучит. Это значит... А в чем проблема-то? Ну, зарплата есть. Ну, вот как спланировать, чтобы откладывать? Это значит, что, получается, Сергей, все доходы уходят в расходы и ничего не останется. Нет, почему? Он делал акцент на том, что у него каждый день зарплата. Ну, каждый день откладывать. Да, то есть, получается, из ежедневного заработка необходимо просчитать стоимость своей финансовой цели. А здесь ответить на вопрос нужно, что хочу, на что коплю. И вот насколько эта цель жгет изнутри, это очень важно. Инфляция на сегодня, вот по данным Центробанка, официальная инфляция по состоянию на апрель 2021 года 5,5%. Ну, посмеялись, теперь поговорим о деле. То есть, сразу получается, что вот этот пресловутый вклад в банки... Где там 3,5-4, редко 5... До 5%, вообще не рассматриваем как инструмент, поскольку деньги просто... Не, ну почему, рассматриваем? Рассматриваем, но это будет с понятными... Банковский вклад мы рассматриваем только как инструмент для сохранения своей подушки безопасности. Вот. То есть, здесь либо банковский вклад, либо накопительный счет. Чтобы она стабильно не потерялась, вернее, не потерялась вообще ни при каких условиях. Да, да, конечно. И, конечно, здесь еще закладываем такой момент, да, что в пределах вклада мы храним 1,4 млн. Это сумма, гарантированная государством. Назвратно. Дисциплина важна. Вот. Не так вот, что в этом месяце... Хаотично, да. Отложу, а в следующем... Это вот моя история. Да, вот как ее выдрессировать в себе? Сформировать привычку. То есть, как говорят психологи, да, привычка формируется в 21 день. Точно, да, 3 недели. Ну, на самом деле, наверное, месяц надо, может, чуть больше. И вот когда мы... Что сделаем? Например, поступила зарплата, мы сделали настройку в приложении банковском. И для того, чтобы самостоятельно этого не делать, мы просто задали функцию, чтобы денежки с текущего счета банковского, да, вот, сами поступали на накопительный счет. Радио 54 Первое. Областное радио.